всех приветствую кто-то меня сегодня навестил время заниматься формированием розеток но не для всех фиалочек вот видите я накрыла вот такую полянку у себя на столе снесла все фиалки ну почти все которые нужно формировать так чтобы вам показать какие нужно формировать какие пока нужно оставить в покое это будет опять не короткое видео у меня не получается делать 10 минут обзоры такие поэтому смотрите в два приема в три приема сейчас я думаю что у вас будет время досмотреть до конца не знаю сколько времени это займет потому что я хочу подробно рассказывать о каждом сорте и что я буду делать и что я не буду делать и почему давайте начнем это один из красивейших сортов лондонский рассвет сначала я думала что я не буду называть название сортов просто буду показывать розетки и показывать как я с ними работаю но потом я решила что надо говорить название потому что может быть у вас такой же сорт такие же проблемы и вы будете точно знать что я делаю именно с этим сортом я расскажу вам историю этого сорта он у меня очень давно роз прекрасно превосходные цветы я уже говорил что я все свои фиалки люблю но есть как бы чуть-чуть любимчики вот это вот мой любимчик я его почти потеряла и посадила крохотулечку крохотулечку маленькую маленькую деточку еле дышала на нее и в тепличке не в тепличке короче я носилась с ней как списанной торбой вот и я ничего с ней не делала поэтому вот я просто дала расти и вот следы что было с ней я вам сейчас покажу вот посмотрите какие я никогда не удаляла ничего не еще ни одного раза вот эти ювенильные листочки потом она росла и уже были получше листочки и вот эти вот были и совсем на длинных ножках то есть и света не хватало она у меня мудрила очень долго вот и здесь листочки и там посмотрите какие разного размера и кто меня знает знает что это я не терплю вот посмотрите что здесь творится вы видите вот но это нужно было подождать подождать пока она придет в себя пока она нарастит листву и вот когда я увидела что у нее вот такие вот шикарные листья растут красивые уже по размеру они еще больше должны быть но я уже как говорится дождалась из пестролистность у нее все теперь вот от этих всех листочков можно избавляться у меня аж руки трясутся вы знаете я что называется это единственный экземпляр у меня и я очень рада что мне удалось его сохранить вот теперь я вот эти вот листочки все буду удалять и потом если я увижу что шейка длинная то я пересажу а если можно будет просто добавить чуть-чуть земли по сторонам то я это сделаю это я пересаживала уже эту розеточку без формирования это было 17 ноября девятнадцатого года поэтому я хочу ее еще оставить в покое на какое-то время пока я увижу что она действительно прямо вот выросла я уже не говорю о цветах я могу подождать мне главное чтобы розетка не пропала так сейчас я возьму свой инструмент и вернусь к вам почему я хочу использовать этот инструмент потому что как я сказала что я дрожу надо это розеткой и поэтому я не хочу сломать верхние листочки вот можно конечно вот так вот наклонить сломать но я решила что я лучше буду работать с этим инструментом и уже наверняка ничего там не поврежу и не сломаю вот и сейчас я вам покажу почему я вот этот листочек не буду удалять сейчас я удалю все маленькие я хотела вот этот листочек оставить потому что там вот вы видите лезет цветонос но я решила что этом это даже не цветонос это детка я решила что я это тоже удалю и удалю этот этот даже детку ой не детку пасынок ой пасынок потому что сейчас моя розетка в таком состоянии моя фиалочка что лучше ее ей дать сохранить ее силы для роста вот удалила я пасынок да это был пасынок это был не цветонос и что я еще буду удалять вот я бы хотела конечно удалить вот этот листочек вот этот и вот этот я бы оставила только даже и вот этот только вот эти чтобы она росла симметричный но я ее оставлю в покое вот сейчас в каком состоянии она есть чтобы она просто наращивала больше листвы а когда будет время придет время ее пересаживать тогда я удалю еще листочки теперь я вам покажу что я тут на удаляла вот вы видите это вот все крошечки такие с тех пор как росла вот это вот мах махонькая моя деточка к сожалению я тогда не сделала видео потому что даже и не думала об этом и это было может быть даже до появления моего канала а вот здесь вот еще надо вот этот листочек вытащить он намерился расти под вот этот вот и еще что я хочу сказать что когда вы формируете розетки то смотрите вот листья черенки у этого сорта должны быть темно-бордовые а это светло-розовые или вообще зеленые бывают поэтому такие листики обязательно надо удалять так как у меня есть вот такие вот хорошие черенки то я их использую для размножения теперь я уже как говорится не волнуюсь за эту за этот сорт я его слава богу сохранила вот эти четыре листочка я посажу укореню а здесь я просто добавлю земли по краям я это показывать не буду чтобы не занимать время у меня очень много есть о чем вам рассказывать и показывать следующий сорт это сорт апачи бандит у него примерно такая же история как и у предыдущего сорта лондонский рассвет он у меня никак не рос он у меня куксился у меня пару деток погибли я не знаю что им не хватало вот но я его оставила я его оставила в покое пересаживала просто это я делала пересаживала в свежую землю вот но ничего не удаляло никакие листики чтобы просто формировать розетку винильные да я удаляла ювенильные чтобы сохранить энергию для роста а теперь он уже в таком состоянии что его можно что этот сорт можно форме эту розетку можно формировать вот и как вы видите вот то что торчит это же надо удалять это же очевидно вот и так как здесь подлезть очень легко то я вот так вот это и делаю я люблю удалять листья которые не имеют вот в регейшн вот это вот они должны быть пестролистные но в начале они иногда без пестролистности растут поэтому они портят розетку и хочется чтобы она была вся пестролистная и тем более что вот этот листочек он даже меньше по размеру чем должен быть он в первом ряду поэтому я его без сожаления убираю вот теперь я вам хочу показать вот это тоже длинные листья но посмотрите они симметричные 1 2 3 1 2 3 то есть я эти листья оставляю и еще я заметила тут что моя красоточка выпустила бутоны аж три штуки и скоро она будет свести и тогда я вам конечно покажу сейчас я ее пересаживать не буду просто добавлю земли по сторонам и все но пересаживать ее нужно обязательно как вы видите у нее вот корни такие наросли шикарные надо будет ее пересаживать в больше горшочек но это я уже сделаю после того как она процветет этот сорт известен и любим многими если не всеми это сорт магнолия он старый и селекционер это мэри бэрнс она сама уже потеряла этот сорт у нее его нет а она там просила у меня листочек у других еще ей давали вот и этот сорт у меня был посажен 23 сентября 19 года то есть это просто пора его пересаживать в свежую землю конечно можно сказать что ну что здесь делать в принципе неплохая розетка хорошо смотрится но вот посмотрите здесь механическое повреждение здесь листочек меньший он вылезает из круга то есть как я вам показывал уже чтобы понять какие листочки нужно удалять нужно вот так вот укрыть листья которые вы думаете надо удалить и посмотреть как будет смотреться розетка вот я удалила и думаю вот этот 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 это еще нужно вот и вот что у меня осталось я не знаю наверное я все таки буду удалять то что я хочу и сейчас удалю и вам покажу а вот еще здесь есть пасынок но этот пасынок мне не нужен у меня много деток есть поэтому этот пасынок я тоже удалю я просто вам хочу показать чтобы объяснить свои вот эти вот удаление листочков вот скажите разве красиво смотрится когда рядом маленький и большой лист на на одном уровне на в одном ряду розетки мне это не нравится совсем поэтому это очевидно нужно убирать и вот этот такой же ведь он маленький а этот большой это некрасиво и неправильно вот что у меня получилось все весь вот этот вот ряд 3 листочка они в одном ряду я уже говорил что надо удалять если один листочек в ряду удалили значит нужно удалять и другие два чтобы равномерно розеточка росла потому что когда листочки подрастут то получится что с одной стороны есть пропуск как зуба не хватает поэтому будет некрасиво так переходим к следующему это сорт evening descent ночной десант я специально взяла его вам показать что даже когда фиалка собирается цвести или уже цветет ничего страшного нет в том что вы будете удалять листья тем более что листья которые я буду удалять они рядом ниже чем тот которым растут цветоносы вот вы видите что здесь вот этот вот точно вылезает вот этот маленький но некрасиво просто мне это не нравится вот так что а вот этот маленький придется оставить потому что над ним вылез цветонос я знаю что в принципе листья могут остаться такого же размера какие они уже есть когда цветонос вылез поэтому надежда на то что вот этот лист вырастет большим больше больше у меня нет тем более что вот рядом в том же ряду лист большой то есть что-то ему не понравилось вы вылез цветонос и он перестал расти но я это оставлю до следующего формирования я этим занимаюсь ну не так чтобы очень часто но в принципе я этим занимаюсь и я это сформирую потом в следующий раз вот и вот еще вот этот лист тоже мне не нравится тем более что вот тот который я уже удалила они как говорится из одной из одной песочницы из одного ряда вот и этот маленький тоже он рядом выше и мне придется его оставить придется мне его оставить чтобы дождаться следующего формирования розетки следующего раза и тогда я уже буду их удалять я вам хочу сказать что не всегда легко это делать не у всех сортов сразу получается прямо идеальная розетка иногда бывает что нужно формировать несколько раз прежде чем вы добьетесь желаемого результата так переходим к следующему сорту это очень красивый сорт киджайнс beautiful oblivion например этой розетки я вам покажу скажу и покажу что ее конечно нужно формировать но не сейчас здесь видите вот розет эти маленькие листочки ювенильные недоразвитые в принципе можно конечно было бы это делать вот но я вам просто хочу показать что иногда можно оставить розеточку в покое особенно если у вас нет особенно времени много чтобы этим заниматься то ее можно пока оставить пусть она растет и когда будете пересаживать ее вот тогда и займетесь формированием тоже она еще молоденькая так что она может подождать вот я ее посадила 23 ноября и и конечно в принципе можно уже пересаживать но у меня сейчас на это времени нет и это как говорится не смертельный вариант она может прекрасно подождать сорт граффити посадила я его 5 октября 19 года то есть ему в общем то время пересаживать его вот и как вы видите у него из центра стали расти чудесные листочки свежие яркие и у него здесь вот есть еще маленькие винильные я уже удаляла без пересадки а вот эти вот уже никогда не разовьются и не вырастут побольше вот и здесь тоже сейчас время хорошие размножать фиалки поэтому я вот эти листочки которые буду удалять буду их использовать для размножения она она очень очень легко подлезть вниз к ней поэтому я просто вот так вот как всегда на сторону и вот так на сторону когда не получается лучше чем делать такие усилия лучше использовать инструмент и раз и все вот так и вот этот еще вот над этим листочком был листок там пустое место видно но уже подсохшие сто лет это прошло вот этот листок тоже некрасивая он деформированный видно я или уронила розеточку что-то было здесь какое-то механическое повреждение потому что вы видите что все листочки ровненькие а это какой-то весь и скрученной поэтому я его тоже уберу так вот и еще вот этот маленький тоже видите вот маленький не всегда я только что говорила что не всегда с первого раза получается сформировать сразу идеальную розетку не всегда поэтому вот это случай когда не получается с первого раза а вот это тоже видите деформированы его тоже надо убрать вот так я еще говорила не один раз что у меня получается все вот эти вот процедуры я проделываю когда у меня есть время они тогда когда по календарю там или что я с этим извините не заморачиваюсь вот еще вот этот видите тоже какой-то странной формы я его тоже хочу убрать этот был поврежден я точно наверняка эту розетку роняла вы видите что здесь творится вот вообще кусочка нет поэтому это тоже уйдет вот я еще поближе вам покажу чтобы видно было вот такая деформация там механическая поэтому такой листочек не надо хранить и теперь получилось что вот этот лист тоже выделяется и он с нижнего ряда но опять же я оставлю этот листок нет не оставлю так вот я сомневаюсь вечно то оставляет то не оставлять вот а лучше всего сразу посмотреть сверху и будет видно здесь у меня для размножения очень много хороших листочков из которых можно выбрать даже если там было механическое повреждение то все равно даст деток и будет хорошо расти вот и там тоже вы видите вот бутончик вылез и я очень жду этого цветения это новый сорт мой и его нужно пересаживать вот но сделаю я это после цветения пока добавлю земли сбоку по бокам вот так мой круг дэдли хит очень красивый сорт ярко синие махровые цветы очень яркий нарядный сорт вы видите что у него с одной стороны вообще не хватает листьев вот а там еще вот сколько бутонов лезет будем потом любоваться поэтому что я сделаю это очень легко здесь навести порядок потому что бутончики лезут вот из этого ряда а эти большие листья можно убирать вот так раз и еще и еще вот вы еще вот этот и вот этот вот и у нас получится совершенно симметричная ровная красивая розетка нет вот этот листочки оставлю потому что он вот 33 короче вот как говорится знаете убрать всегда можно вот представить его потом нельзя будет так что отломать листочек потом легко будет пересаживать это я не буду пока пусть сначала цветет вот такая розетка получилась красивая это сорт апрелин перес у меня этот сорт живет уже девять лет до девять лет я его почти потеряла однажды проснулась утром а он у меня сосудистый бактериоз был у красивый огромный розетки и я просто схватила один листочек сохранила и размножила его потом он опять у меня что-то куксился вот и сейчас вот он у меня растет вот я эту деточку посадила 31 марта 19 года то есть уже больше года и я ее боялась трогать и очень хотела чтобы она начала расти как следует вот ну и дождалась вот ой это отвалился листочки его засунула в землю чтобы он не пропал вот и сейчас конечно ее можно пересадить я немножко боюсь этого делать но придется потому что уже год прошел но предварительно я конечно сниму вот эти вот листочки и посажу их опять вы видите здесь очевидно какие листочки надо убирать этот с механическим повреждением вот этот вообще маленький это тоже старый уже желтый и этот такой же видите то есть при получается что только вот эти вот останутся вот но вот это я не сделаю и вот так вот я буду черенки длинные поэтому легко просто на бок вот так вот свернуть их и они убираются теперь я за этот сорт в принципе не волнуюсь я пересажу эту розеточку это очень крепкий сорт так сказать он вырастает просто до слоновых размеров огромный у меня есть статья о нем на одном фиалковом сайте вот я его называла розовый слойник он и растет как слойник и пьет воду как слойник только успевать добавлять вот так что вот так вот это осталось я ее пересажу а вот эти листочки я посажу для размножения потому что я хочу этот сорт чтобы он у меня был на всякий случай вот и на продажу у меня есть еще такой сорт лебедской сапфира шикарная розетка конечно просто потрясающей красоты у меня давно вычесались руки и и сформировать но я уже это делала потому что здесь и винильных листочков нет но вот эти которые я оставляла после удаления ювенильных они видите уже как бы выбиваются из ряда из выбиваются из ряда на них нет пестролистности и вот этот такой же вот и здесь вот такой же и она уже стала не а вот здесь вообще вот механическое повреждение и у нее уже вот такая высокая шейка вот видите вот и она собирается цвести эта розеточка поэтому но цветет она сейчас я вам скажу в каком ряду цветет она вот в этом ряду поэтому нижние листики спокойненько можно удалить сейчас ничего с ней не будет плохого я вам всегда говорю и буду повторять когда вы удаляете листья у фиалок вы ничего плохого этой фиалочки не делаете это не стресс даже для нее поэтому никогда не бойтесь этого делать вот листья я уже говорила листья орхидей не удаляйте это нельзя а у фиалок это даже очень хорошо для них сохраняется энергия и они будут еще лучше расти вот значит я хочу и вот этот и этот удалить листочки потому что у них нет пестролистности они не дают никакой красоты розетки конечно я люблю большие розетки но ничего страшного так и так как это один ряд вот то надо я уже говорила из одного ряда удалять все листья так теперь что мы сделаем я наверное вот так оставлю ее сейчас еще раз повторю что нет вот этот надо удалить все вот так я оставлю вот эти и удалить всегда можно а приставить нельзя вот поэтому я бы еще один удалила вот этот но я хочу все-таки розетку оставить такой вот более менее большую вот и когда она зацветет я естественно вам ее покажу а пересаживать буду уже после цветения вот там бутончиков полно я очень люблю этот сорт так будем переходить к следующему сорт сорт stormy weather посадила я его 19 августа 19 года его точно пора пересаживать но сейчас я не буду это делать пока он вести собирается как вы видите вот но что я сделаю я удалю несколько листочков вот он так вот раскинулся у меня и очень длинный черенок вот на этом у этого листика вот вы видите прямо ужасно длинный и этот аж торчит тоже это вот все тот же самый тот самый недостаток света который был у всех моих от которого страдали все мои фиалочки вот здесь механическое повреждение тоже нужно убирать и еще что а это тот же самый ряд это тот же самый ряд этот опять торчит тоже из нижнего ряда и вот что осталось шейка торчит конечно вот я заметила что этот сорт растет как-то вот вот серединке вроде нормально а потом он как-то не не черепичкой растет но еще раз повторю не с первого раза даже не со второго иногда получается сформировать красивую розетку этот эту розеточку я пока оставлю в покое до пересадки а когда буду пересаживать еще посмотрю что там удалять вот этот механическое повреждение здесь но этот лист уже не скоро еще можно будет удалить вот и шейка длинная но подождет я добавлю немножко земли сбоку по бокам и подождет она она подождет до пересадки когда уже цветет это сорт пт астрид и я его уже пересаживала и удаляла ювенильные листочки и последняя посадка была семнадцатого сентября девятнадцатого года то есть уже можно пересаживать тем более вот такая борода выросла обязательно нужно пересаживать и здесь удалять мало только те что торчат вот и тогда она будет более-менее у нее будет приличный вид она почему-то у меня на бок все пытается завалиться и когда я ее буду пересаживать то я это дело исправлю вот это было легко а вот этот листочек он тоже маленький видите один под другим это не по правилам роста фиалки выращивания фиалок и он еще меньшего размера поэтому его тоже нужно убирать вот и вот это вот все что все что осталось и когда я буду пересаживать то я и все скорректирую и посадку если листик может быть надо будет убирать а там еще вот есть я вижу бутончик лезет поэтому я сейчас это трогать не буду а подожду до цветения только добавлю земли как всем и это новый сорт меня никогда он не цвел поэтому естественно что я хочу посмотреть как же он будет цвести вот у меня листочки для размножения есть очень даже хорошие вот я вам покажу уже что я возьму даже вот этот вот маленький листочек можно взять для размножения но вот этот я не буду брать он желтоватый он мне не нужен вот достаточно вот таких если вы хотите какой-то сорт размножить наверняка и получить не одну розеточку то я советую взять несколько листочков потому что один листочек может дать одну детку вот никогда не рассчитывайте на то что вам листочек даст несколько деток если вы хотите три детки получить посадите три листочка а там видно будет так следующий сорт лебецкой таня формирование этой розетки я можно сказать запустила потому что вот здесь до сих пор есть ювенильные листочки крохотные которые я никогда не удаляла вот и сейчас это нужно сделать несмотря на то что что розеточка собирается цвести еще раз повторю ничего плохого это фиалочки не делает никакого стресса ничего пожалуйста не думайте когда удаляете листочки это не стресс для фиалок они от этого не страдают они не должны восстанавливаться после этого так что быстро раз 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 и удалили ненужные листочки вот и вот видите как лезет и там еще и даже есть вот над этим листочком есть пасынок пасынок я не буду удалять и листочки этот не буду удалять потому что я хочу размножить этот сорт вот и сейчас покажу вам что по бокам по сторонам нужно будет добавить земли пока я пересаживать не буду это все у меня тоже с ноября пересадка все отложу до после цветения сорт window comment тоже собирается цвести розеточка многие скажут что ты там собираешься удалять там все красиво симметрично но нет дорогие мои вот например здесь один листочек растет под другим видите как прямо вот четко один под другим это нельзя оставлять это нужно удалить но на этой розеточки немного я буду удалять листиков поэтому это будет 1 1 и быстренько вот этот маленький тоже из нижнего ряда его надо тоже убрать и еще и еще вот я всегда смотрю очень осторожно и аккуратно я лучше попозже еще один удалить листочек чем сейчас вот я сейчас оставлю так как есть этот сорт тоже надо пересаживать и пока я просто добавлю земли с боков чтобы чтобы шейка вот так вот не наклонилась вот с этим было видите как легко столько два листочка это еще одна розетка evening descent я иногда очень редко держу две розетки одного сорта если я вижу что какая-то разница есть в их росте в цветах хочу посмотреть что дальше будет вот этой розетки нужна обработка даже как говорится к бабке не ходи вот видите вот листочек вот вот они все разные я видимо не занималась формированием этой розетки сразу после того как только убрала ювенильные листочки и все но мне было некогда так теперь вот я хочу показать что я буду удалять это смысле вот так вот раз 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 это очень сейчас я вам покажу посмотрите вот этот листочек рос над этим вот так в верхнем ряду конечно же надо удалить так и вот этот посмотрите ну это же ужас какой-то уродство и вот так и вот так все и я удалила все листья с двух рядов два ряда и следующий ряд уже там бутончики вот посмотрите он тоже собирается цвести но я уж показывал все мои розетки все мои фиалочки которые у меня большие материнские растения для души так сказать которые я держу они у меня все в бутонах стоят сейчас просто душа радуется и у меня на одной полке они уже все цветут которые я их поставила все вместе а другие на других полках в бутонах так у меня уже нет терпения ждать когда они все распустят бутоны амин а я имею ввиду все бутоны распустят чтобы вам показать я просто еле сдерживаюсь вот но я очень рада что они у меня цветут так теперь посмотрите какая шейка толстая хорошая вот и я тоже еще раз повторяю дождусь цветение когда она отцветет вот тогда я буду пересаживать сорт frosty frolic уже в цвету и ему просто необходимо обработка розетки вы видите что здесь он маленькие листочки внизу вот совсем даже крошечные вы видите вот и еще раз повторю что это не нарушит цветение это не испортит это не испортит ничего я вообще люблю удалять все цветы которые все листочки которые не имеют пестролистности но в этот раз я подожду это я не буду делать пускай она цветет посмотрим как она будет дальше давать мне пестролистность а пока я просто удалю вот эти вот маленькие и чтобы мне не не испортить верхние листики я буду использовать свой инструмент чтобы аккуратненько вот вот аккуратненько удалить эти листочки вот так вот так и вот этот ну это же точно надо удалять вы же видите кто смотрит мои видео регулярно знает что я не могу терпеть вот этого вот маленький листочек внизу это неправильно не по правилам и даже некрасиво просто просто некрасиво вот так но пока пока я ее оставлю в таком виде а а дальше будет видно когда она цветет она у меня тоже была пересажена в октябре 8 числа поэтому уже можно ее пересаживать сорт не он не он fireflies очень красивый сорт он меня красиво цвел а потом что-то застопорился и вот видите здесь механическое повреждение и вот эти вот листья из нижнего ряда они уже даже цвет потеряли у них даже не такой зеленый цвет как должен быть вот и я решила что я эту розетку должна не просто сформировать а даже омолодить чтобы она у меня росла хорошо поэтому вот этот листочек я тоже удалю и она у меня останется совсем с малым количеством листиков и я ее пересажу в новый горшочек свежую землю и посмотрю как она у меня будет расти я ее пересаживала 16 сентября девятнадцатого года вот ну и вот это тоже хорошо было бы вот так я сделаю я иногда это делаю но не всегда вам показываю чтобы вас не пугать вот я такую маленькую оставлю и посмотрю дальше как она у меня будет расти вот у нее такая шейка образовалась ее конечно нужно будет заглубить и обязательно посадить в свежий субстрат чтобы она росла уже хорошо и цвела потому что она очень красиво цветет и последний сорт который я вам хочу показать на сегодня это не значит что у меня больше нет фиалок который надо формировать я их буду формировать но не показывая вам уже потому что и так много времени потратила но этот сорт я решила вам обязательно показать этот сорт я хочу размножить поэтому листочки которые будут пригодны я потом выберу я их буду сажать укоренять вот посмотрите какие здесь листочки есть этаж точно надо убрать теперь вот под этим прямо под этим непосредственно растет другой листочек его мы тоже убираем и вот этот маленький тоже ювенильный еще тоже убираем и опять этот растет под этим его тоже я уберу вот и скажу почему я вот этот оставлю его тоже надо убирать но там растет пасынок и я хочу оставить этот пасынок для размножения поэтому его я убирать не буду вот и вот опять вы видите немножко видимо здесь пересвет что такой вот тугой центр надо будет поставить на краешек полки вот что получилось у меня и что пригодно для укоренения из этих всех листочков только один вот этот еще когда вы убираете листики смотрите я еще раз повторяю у сорта должны быть вот такие темные черенки а вот эти со светлыми черенками они должны быть убраны потому что они просто будут нарушать вид фиалочки вот так этим выбрасываем все три этот я оставляю для укоренения ну согласитесь со мной что розеточка стала выглядеть гораздо лучше вот этот листочек я тоже могла бы удалить но я пока его оставлю чтобы она чтобы она подросла чтобы у нее были силы иногда я убираю слишком много может быть мои подписчики правы вот честно вам скажу если бы я не боялась вас испугать я бы убрала вообще вот эти вот все и оставила бы только вот эти но я шучу но здесь вот пасынок растет и здесь тоже что-то там из пазуха лезет я еще пока не поняла то ли это цветонос то ли это тоже пасынок поэтому я пока это оставлю и там будет видно а этот посажу спасибо что у вас хватило терпения досмотреть до конца мое видео надеюсь что вам мои советы пригодятся и что вам будет не трудно формировать розетки и самое главное что у вас будет желание формировать формировать розетки чтобы вы со мной согласились что это делать нужно потому что мы фиалочки растим не только для цветов но и чтобы был красивый вид у розеточки чтобы она была ровная чтобы была пестролистность если она нужна смысле если она есть по сорту вот и еще конечно я вам желаю быть всем живыми здоровыми чтобы этот кошмар скорее закончился это конечно наверное первый раз в истории человечества когда эпидемия распространилась по всему миру это очень страшно хоть и говорят что мы должны держаться подальше друг от друга но это только физически а так мы конечно должны друг друга поддерживать и не оставлять своим вниманием своих дорогих друзей близких родных я благодарна вам что вы не забываете меня что вы заходите ко мне на канал что вы смотрите мои видео которые я делаю с любовью для всех вас пожалуйста заходите в гости я всегда вам рада будьте живы здоровы всего всего доброго всем нам и всем нам желаю быть добрыми живыми здоровыми пока пока а ну